Враг Человек-убийца из кони, клеветник, лжец И на судебных делах это наглядно все мы видим По Парфенову Соколову Барбашу По Юрию Екишеву и многим другим Все это мы лицезреем Там никакого закона бумажного, тем более божьего нет Сплошное беззаконие из-за того, что люди противодействуют тому, чтобы их убивали Но этот враг действует не только вот эти пять лет И до 1917 года действовал, только с 1917 года это стало у него организовано А в ближайшее к нам время, 20 лет назад, убили генерала Рохлина За то, что он пытался заслон поставить, ограбление и убийство России В тюрьме сидит Квачков Владимир Васильевич Без закона, следствие суд там были фиктивные Люди путают слова и смысл фиктивный и формальный То есть там именно фиктивные, фальшивые основания для того, чтобы сидели патриоты Люди заинтересованные в том, чтобы зола расти И вот битва между силами зола, это сатанистами, и силами божьими, это монархисты Она шла, идет и будет идти Это видно на примере в семьях, где один брат Каин, другой брат Авель И мы это вот сегодня имели возможность лицезлить Небольшое лирическое отступление За что несется клик неиста? За что нам выпал жребий сень? За то, что в грязь ногам марксистов царевич брошен Алексей! Но когда смута одолела на Руси народ и пытались выйти из положения То в Ярославле по следующим чинам люди величались Они сейчас режут слух, а в дальнейшем в практике мы в несколько видоизмененном виде их используем Как там звучало? Великих государств и российского царствия бояре и воеводы И по избранию московского государства всяких чинов людей Многочисленного войска ратных и земских дел Стольникова и воевода, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, сотоварищи Обложили всех пятой деньгой Ну сейчас откладывать пятой деньгой, сами понимаете Крик и пичк, нет необходимости Но тем не менее самообращение такое Оно очень аристократичное И в дальнейшем в практике мы друг к другу тоже будем только уважительно обращаться И вот, когда Пожарский спросил у Господа Так есть ли кто наиболее Богом дарованный Станет же у Всевышнего просить, чтобы даровал нам самодержица всея Руси Есть ли у нас царское прирождение И сами собравшиеся сказали Дай нам подумать, дай нам ночь подумать Ночь думали, его удалили и думали А уже был, конечно, был Но чтобы не ошибиться Их в выборах там речи и не шло, как сейчас То есть выбор стоял о том Отказаться от заповеданного права на существование человеческое или нет И вот сейчас мешают, лишают людей права на человеческое существование Когда люди пишут, установлены законом порядки Обращаются в инстанции, в суды Нас грабят, уничтожают А они нагло в суде Ищут приговор Грабили и будем грабить Сто тысяч, миллион Порядки вещей То есть это правительство безбожное, сатанинское И надо называть его не властью Ни в коем случае Потому что власть только от Бога И вот я приведу небольшое Рассказывание нашего замечательного писателя Николая Васильевича Бога Минутку буквально Так и не узнали эти гадкие цареборческие выродки Что такое православная русская вера Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила Которая бы пересилила русскую силу Мразные бусурманские, антирусские, лжехристианские, сатанинские силы Все взяли Поучают нас То официально, то подпольно Что надо еще антихриста дождаться Лекцию ему про три шестерки прочесть В пещерах отсидеться Налоги бесам поздавать Вина с табаком пососать Дебильных зрелищ насмотреться Царя повыбирать Уже привыкают, чтоб было как в райских заграницах Для детей и мать не мать И отец не отец А простые выкармливатели Биороботов, киборгов, налогоплательщиков Перенимают бусурманские обычаи Внушаются языком русским Милость чужой королевы Или ее холопа Который нефтяным и газовым шлангами Бьет их в морду Дороже для них скормившей их царской России Но у последнего нашего подлюки Хоть и весь он в поклонничестве Из Олимпиаде, учаи из Мундиалевса В грязи извалялся Есть и у того, братцы Крупица русского чувства И проснется оно Как было в давние времена Ну пока еще живого Обязательно И проклянет он громко Лизоблюдную Подлую жизнь свою Готовый всеми оставшимися силами и муками Искупить позорное свое Алкогольно-табачное свинячивание И отдачу себя И сорочищей своих В рабское услужение Плюгавому Обожравшемуся Жировскому каганату Поднимет глаза И увидит свет И увидит паршивую Паршивую заразную скотину Убившую русского православного Христианищего царя С благочестивейшими Ангелоподобными Царственными супругами Благовернейшими И детьми Увидит в бюджетном корыте Эту мерзкую мразь Грабящую Россию И русский народ Извращающую Веру православную До уровня Проститутки Подсовывающую Вместо Бога Иудины-сребреники А вместо царя Президента-масона И без всяких вопросов Сделает реченное В священном писании И заповеданное Святыми предками Православными нашими И засвидетельствует Перед Богом И русским царем Истинную Любовь Свою К ним Через Любовь К России И Братьям Своим Через Гнушение Общения С врагами Христа И через сокрушение Врагов Отечества Тогда и поднимется Из русской земли Свой царь И до скончания Жизни на земле Не будут в мире силы Которая бы покорилась Ему И живет на Руси Этот наш Русский православный Христианский царь Из дома Романовых Соблюдающий Заповеди Божии Благодаря ему Еще живы И будут жить До скончания Жизни на земле Россия И наш народ Русский И служат царю Достойные Ведающие Бога А не скулящие Нитики Причитающие О погибели России Слава Богу Я Русский Монтарин